Что такое авторитет? У нас есть дядечка в капитанской фураж, который сейчас должен появиться у вас на экране, а вот авторитет это уже власть. Может быть не в чистом виде, но это заявка на власть, даже больше чем заявка это право на власть. Артем Тарасов, фраза Артема Тарасова, простите, что без копирайта, немножко просто не так звучало, это его выражение про моральное право. Авторитет это прямой мосточек к власти. Причем, заметьте, что власть не всегда соответствует должности человека. Есть и руководители, которых никто нифига не слушает. А есть менеджеры. И если менеджер скажет, его послушают. Такого, как правило, практически не бывает. Сейчас утрирую немножко. Но есть хорошо, начальник департамента и начальник отдела. Оба начальники, но разные весовые категории. Бывает так, что больше прислушиваются к начальникам отдела. Потому что у них есть авторитет. А сейчас поговорим про авторитет. Итак, давайте сначала поговорим о том, как авторитет потерять. Это сделать довольно легко. Достаточно метаться туда-сюда. Достаточно ни хера не делать. Достаточно хотеть все и сразу. И самое главное не давать измеримый результат. Если вы не даете измеримый результат, ну, в общем-то, вы можете что угодно говорить. Самые светлые мысли. Самые прекрасные идеи. Но если нет измеримого результата, ребята, извините. Вы пиздобол. Вот как-то начальство по-другому думает. Вот у Виктора, я думаю, что дело не в начальстве. Но это ладно. Как же все-таки приобретается этот самый авторитет. Как он идет. Что значит метаться, спрашивает меня. А значит, то одним делом заниматься, то другим. То я хочу вот этим заняться, то вот этим. А что-то меня не устраивает. А если что-то все изменилось. Вот. Я объяснил слово метаться. Ну, когда человек мечется. А дай-ка я проведу каст карьера. Не-не-не, что-то как-то тема не так. А дай я сейчас сам мотивацией займусь. А не-не, дай лучше лингвистику довести. Это называется метаться. И когда у вас авторитет, еще раз я напомню, да, авторитет это когда вы начинаете делать вещи, которые до вас никто не делал. Когда вы из количественных, когда вы из качественных показателей переходите в количественные с сохранением качества. Понимаете, вы делаете другие вещи, берете на себя ответственность. Вдумайте сейчас в это. Вас никто не заставил, никто не заставлял. Да. Вы делали и так работу хорошо. Но вы просчитали, что ну, что можно сделать, можно перейти на компанию, перейти на другой уровень. Вы взяли на себя, сука, ответственность. Вы дали измеримый результат. Вот теперь скажите, у вас нет авторитет? Вот отсюда он берется. Понимаете, когда вы делаете вещи, которые до вас не делали. Вот и все. Когда вы вместо двух семинаров привели четыре. Когда вы в компании ориентированы, в тренинговой компании ориентированы на создание собственно бизнеса, проводите каст по карьере. И это заслуга не только моя, кстати. Группа товарищей сработала, так сказать, в коллективе. Потому что это путь, извините, я хочу. В смысле, путь надо этого. Хочу к бизнесу. Хотя сейчас мы про бизнес тоже поговорим. Тут очень хорошие корни отсюда исходят. Именно в бизнесе и во все остальное. Вообще, как говорит наш конкурирующий проект из двух букв, мне понравилась и фраза, что мы тоже слушаем друг друга. И я цитирую, что бизнес – это путь для смелых, а карьера – это путь для умных. Я вот здесь согласен. Потому что, на самом деле, это все к одному и тому же, к самореализации, к достатку и так далее. Пути разные. Сейчас понятно с этим, да? И зачем нужен авторитет, что он дает? У вас, во-первых, появляется власть. Парни, власть появляется. А это серьезно. Вот. Потому что власть всегда конвертируется в ресурсы. Всегда. Нет ни одного человека с властью, который мало зарабатывает. Для своего сегмента, возможно. Но, тем не менее, у него ресурсы всегда есть. У меня есть друг такой, друг детства. У меня мой ровесник. Он начальником охраны работает. Карьеру сделал за полгода. В Жуковском, на большой военно-воздушный баре. Он может и дальше, но ему просто неохота, скажем так. У него есть доступ куда к более серьезным ресурсам. Он просто их не берет. Это, в общем-то, его выбор. Он на него полный имеет право. И человек с властью получает еще больше сегмент влияния. Мы с вами выходим на замкнутый цикл вашего роста. Вы берете чуть большую ответственность, даете результат, получаете власть, которая в свою очередь дает вам еще большую ответственность. Вы берете, имея власть, еще большую ответственность, даете еще больше результат и получаете еще, сука, больше власти. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, мне кажется, когда я вот это вот сам для себя узнал, это для меня был очень-очень круто. Окей. Ну и у нас опять. Вот теперь эту мысль вы можете отфоткать и повесить себе на стену. И можете при своих боссах это говорить. Ребята, если вы набрали себе авторитет, а он бывает только за счет ответственности и только за счет измеримого результата, помните, да? Повышают, значит, дорожат. Либо вас просто переманят. Охотники за головами, благо рынок, если вы в своей профессии достигаете действительно хорошего уровня, вы начинаете получать предложение. Это нельзя, это запрещено, это там вроде как все друг с другом договорились, как запрещено на бумаге. На самом деле все это происходит и на конференциях, и так, и здесь, и через друзей, и через знакомых. Вам начинают забрасывать просто какие-то идеи. То есть, по сути, это пик вашего роста. Если вы не будете позволять себе срывов из серии звездных болезней и прочего, то даже если вы ошибетесь, да, но ошибки прощаются, но у всех бывают. Что бы я хотел, чтобы вы для себя, значит, сейчас определили. Смотрите, есть люди, которые живут для себя и живут для других, при этом используя либо чужие, либо свои ресурсы. Вот люди, которые живут для себя, верхняя палочка, но при этом используют чужие ресурсы. Они называются паразиты. И если вы вот так делаете, я вам очень советую поскорее от этого перестать так жить, потому что, ну, это как комары, да. С одной стороны, вы, конечно, кровушки-то попьете, но с другой стороны, длительных отношений с вами никто иметь не захочет. То есть, еще раз, это люди, которые живут для себя, используют для этого чужие ресурсы. Следующие ребята, вот, которые очень, кстати, распространены, в том числе и в бизнесе, и в компаниях, особенно на работе. Опять-таки, сейчас вы узнаете себя, тоже я крайне рекомендую вам с этим что-то начать делать. Это которые живут для других. Я за развитие компании, я за мир во всем мире, я за то, что была, значит, война, и так далее. Но при этом они используют чужие ресурсы. То есть, не свои. Дайте мне бюджет миллион долларов, я, значит, там сейчас проведу 15 семинаров. Да, так сказать. Почему отдел маркетинга закрывается в первом случае кризиса? Да, потому что они вот романтики такие, так сказать. Вот. И это, опять-таки, не самая продуктивная часть людей, так сказать. Есть потребители, которые живут для себя, за свои ресурсы. Это тоже, кстати, уже уважаемые люди, на самом деле. Да. Но, опять-таки, эти люди, скорее, дальше вот специалистов не выходят. Причем тот момент, что можно же быть и начальником, специалистом. Ну, просто вас назначили, кто-то про вертикальный рост спрашивал, вертикальную карьеру. Ну, вот некого было поставить, вот взяли и поставили. Да. Мы же, я же вас буду сейчас тянуть вот в сторону Творца. Да. Который свои ресурсы все-таки тратит на других. Для того, чтобы... К чему это все? Это не значит, что вы должны взять свои зарплаты и ходить бедного сдавать. У нас есть там понятие божие десятины, да. Которые 10 процентов куда-то переводите. Это, в общем-то, для кармы, для ваших ража. Мысли по-другому. Кто такие другие? Другие – это ваши клиенты, по сути. Это люди, которые покупают либо у вас, либо ваша компания. И вот Творец – это тот человек, который в свое время, возможно, свои деньги, возможно, свои навыки, информацию, тратит для того, чтобы его клиентам было хорошо. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, растет ли у такого человека клиентская база? А если у него растет клиентская база? У него повышается авторитет? Повышается. А значит, у него повышается власть. А значит, ему дают большее, скажем так, большее пространство, где он может по своей, кстати, взять ответственность и выйти на еще более большой круг. Понимаете? И так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Уверhésя на его видео. Спасибо. Продолжение следует...